Рекламная ниша в России является одной из самых перспективных и в то же время высококонкурентных сфер. Лишь креативность мышления и недюжинная настойчивость способны помочь воплотить планы бизнесмена в реальность. Поэтому 50% рекламных агент закрываются после 6-10 месяцев работы. Сегодня мы поговорим о том, как производство наружной рекламы может стать постоянным источником дохода с долгосрочной перспективой. Также распишем общую схему работы, следуя которой вы добьетесь гарантированного успеха вашего бизнеса в данном направлении. У нас были финансовые затраты. В основном это мы тогда скинулись с двумя друзьями еще на сайт за 30 тысяч рублей, которые нам до сих пор не доделали. Это были, собственно, все наши затраты и все остальное было непосредственно через свои усилия. То есть вход в сам бизнес именно по производству рекламных конструкций, имея компетенции, он абсолютно, ну его нет. То есть тебе достаточно, не знаю, рулетку и ты можешь уже, в принципе, этим заниматься. Если у тебя есть компетенция по данному вопросу, если же мы говорим про то, что мы рассматриваем не как самозанятость, а как, собственно, бизнес, компанию по производству рекламных конструкций, то есть определенный, прям достаточно большой список затрат такой, как понадобится обязательно сайт, понадобится обязательно, ну это порядка 50 тысяч рублей, потому что кто занимается рекламой, они более-менее в теме рекламы вообще в принципе и маркетинга, в целом интернет. И сайты достаточно хорошего уровня у всех находят, ну если по конкурентам посмотреть, и, например, там с каким-нибудь там с очень там дешевым лендингом за 6 тысяч рублей, ну у тебя будет такая стоимость заявки, что ты с ней не сможешь ничего дальше вообще делать, вот, потому что рынок очень перегрет и конкуренция высокая. У нас, ну сейчас у нас около 543, по-моему, компаний, официально зарегистрированы только те, кто занимается, регламентирует, по крайней мере, есть те, кто могут делать вывески, вот так вот я бы их назвал. Вот, то есть помимо сайта потребуется еще аренда помещения, минимум, то есть, соответственно, 2 месяца, это первый и последний, понадобится маркетинговый бюджет, это минимум, опять же, на 2 месяца 150 тысяч рублей, понадобится запас на фонд оплаты труда, это для старта, если, опять же говорю, если рассматриваем именно как бизнес полноценный, который можно прийти, то есть с деньгами и амбициями, да, ну то есть, по крайней мере, не работать руками, да, ну то есть, выполнять функцию хотя бы исполнительного директора и менеджера, да, по продажам, вот, то тогда еще потребуется вот этот фонд на, примерно, на начальника производства и как минимум одного сборщика. То есть, все остальные задачи можно еще как-то делегировать на каких-то сторонние аутсорсинговые организации, но основные функции, такие как проектировка, такие как вся вот эта координация, они должны быть в любом случае сосредоточены внутри компании, иначе, иначе просто не останется прибыли в заказе, если раздать вообще все на аутсорс. Важная вещь для тех, кто решит начать, например, бизнес вот в плане именно наружной рекламы, это все работа с людьми, то есть механизация здесь прямо, ну, 5% от всего. Ну, я так понимаю, помимо работы с людьми, здесь должно быть какое-то оборудование, правильно, потому что мы же не можем даже нарезать там пластик большой. Да, вот это все. Можно, конечно, начать с этим всем оборудованием, то есть для этого есть основные, например, два станка, это фрезерно-гравировальный станок, который стоит около полутора миллионов, такой, который не придется регулярно ремонтировать, и, например, печатный станок, который стоит около миллиона, там, миллион триста вместе с ламинатором. Вот. Вот эти вот, грубо говоря, три миллиона на старте, они данного бизнеса вообще ни к чему. То есть если мы берем среднюю стоимость вывески, ну, у нас получается 34 тысячи, это средний чек. Вот. По, ну, по году смотрели. Вот. Причем поднять его не получается даже не по причине, например, плохих продажников или еще что-нибудь, потому что у нас есть регламент от города. То есть максимальная высота букв определена городом, и формат, в принципе, того, что может содержаться на вывеске, тоже определен городом. За эти рамки никто не выходит, потому что штрафы до миллиона рублей, соответственно. Где вы ищете своих клиентов? Как заинтересовать при большой конкуренции клиента, чтобы он выбрал именно вашу компанию? Да, смотрите. Ключевой, ну, не ключевой, мы в основном, вот так вот я бы сказал, основные наши все клиенты пришли в свое время, либо сейчас приходят из директа, ну, то есть из контекстной рекламы и из SEO-продвижения. Просто мы экспертны в этом вопросе. Вот. Мы, то есть, попутно, так как мы и продаем услуги, и SEO-продвижение, и контекст, и там продвижение сайтов, да. Ну, опять же, это не история про вывески, это история немножко маркетингового агентства, которое тоже насуществует. У нас просто есть ряд бизнесов, которыми мы занимаемся. Вот. И проблема есть, большая проблема в сфере наружной рекламы в том, что маржинальность бизнеса меньше, нежели стоимость клиента, привлеченного из рекламы. И таким образом мы, компании вот рекламные, они не могут сейчас просто взять и раздуваться вливанием в рекламу. Например, пять лет назад мы этим занимались, то есть мы могли спокойно накидать денег на рекламу, то есть, соответственно, у нас приходит клиент, и наша компания растет, все замечательно. Вот. Сейчас мы получаем такую ситуацию, что стоимость клиента, стоимость заявки у нас приходит примерно 800 рублей, стоимость клиента 5-600, а средняя маржинальность с этого же клиента меньше. Вот. То есть, первый раз, работая с клиентом, мы работаем для себя в минус. И наша задача вообще, в принципе, это делать идеальную продукцию для того, чтобы клиенты к нам возвращались, чтобы рекомендовали, чтобы к нам приходили снова клиенты, только без затрат на, соответственно, рекламу. Есть какие-то дополнительные, да, источники дополнительные, может быть, там, функции, которые мы предлагаем клиенту. Например, монтаж этой рекламы, сопровождение, там, не знаю, оформление документов, да, поскольку все вывески должны быть официальными. Что еще предоставляет компания? Конечно. С нами, собственно, работают большинство компаний именно из-за того, что мы полностью снимаем с клиента головную боль. То есть, звонит заказчик и говорит, что мне надо, чтобы у меня висела вывеска. Дальше у нас, собственно, работает дизайнер сначала первый, который рисует вывеску. Причем дизайнер у нас работает в связке сразу же с согласователем, ну, тот, кто получает официальное разрешение на документы на установку вывески от города. Вот. То есть он сразу же рисует то, что можно будет согласовать. Вот. Это первое, согласование. Второй вопрос, это, собственно, ой, дизайнер первый. Второе согласование тоже, то есть это отдельный человек, который подает документы все, ну, составляет, соответственно, ну, знаете, да, все госорганы, это всегда минимум, нет-нет до страниц 30 документов. Вот. Ну, вывеску, как иначе повесить, вот. Подаются документы эти, весь этот цикл длится два месяца по согласованию. Вот. И без согласования, по идее, никто не имеет права даже вешать вывеску. Имея своих монтажников, мы можем по первому звонку клиента сразу же выезжать, оперативно реагировать на его вопросы. То есть в любом случае мы работаем с электроникой, да, с электрикой. Есть, там, светодиоды, есть блоки питания, они имеют свойство выгорать, например, еще что-нибудь происходит. Клиенты, когда остаются без рабочей вывески, им становится грустно. Они звонят нам, мы сразу же выезжаем. Все, поэтому таким образом очень быстро все это происходит. Если бы, например, те же самые монтажники, которые для нас, например, монтаж является, ну, практически минусовой, минусовым департаментом, да. Ну, то есть он балансирует там где-то близко к нулю, учитывая все затраты, такие как амортизация автомобиля, затраты на его обслуживание, там, даже форму монтажников, которые нет, нет, да, раз погодно покупать. И оборудование там, ну, в общем, много всяких затрат, вот, прям помимо прямых. Вот, в итоге департамент монтажа для нас является минусовым, но, ну, не минусовым, ну, ну, нулевым, скажем так, вот. Но при этом он крайне необходим в плане позиционирования себя на рынке, как компания, которая способна выполнять быстро, ну, решать любые вопросы. Какая прибыль возможна? Смотрите, Каскаловым средний чек по вывескам у нас по году получается 34 тысячи рублей. Вот, операционная прибыль составляет 30%. Операционная прибыль, повторюсь, это составляет. Вот, это именно доход минус прямые затраты, такие как зарплата и материалы. Вот, внеоперационную прибыль. Это как раз-таки вот то, о чем я вам говорил в начале нашего интервью, про то, что есть широкий спектр еще дополнительных затрат, таких как маркетинг, где дорогие клиенты, есть производство, ну, то есть сами помещения, есть амортизация оборудования, есть самооборудование, вот. Вот эти все затраты, вот в эти 30%, у кого как получится укомпоновать, скажем так. И возвращаясь к вопросу про оборот до миллиона рублей, это тот оборот, например, в котором нет необходимости в таких людях, как менеджер производства. Конструктора отдельные, которые занимаются просчетом тендеров, например, нет, в принципе, даже дизайнер может быть на аутсорсе. Вот, то есть это тот, скажем так, объем продаж, с которым может собственник зарабатывать примерно, ну, 1250, вот так вот, скажем. Я бы предостерег еще от найма менеджеров, например, на первых этапах, ну, то есть все равно никто не будет продавать так, как собственник, да, и конверсия в продажу, ну, учитывая стоимость клиента, да, или стоимость, ну, у нас там стоимость клика до 600 рублей в директе доходит, ну, то есть очень такие серьезно раздутая сфера. Вот, очень много маркетингового бюджета сливается сразу же на менеджеров. Вот, предостерег бы еще самое, наверное, главное, это вот для того, чтобы было четкое понимание, когда ты нанимаешь людей, человек эффективный либо эффектный. Вот, мы, к сожалению, на своем опыте очень много прошли, вот, прям невероятное количество ошибок таких наделали. Вот, это, наверное, самое главное, то есть все равно бизнес, построенный на людях, он построен на людях. Так как мы говорим, опять же, про бизнес, построенный на людях, если в компании у вас есть человек, который постоянно наводит какой-то негатив, либо, как еще, ну, может подбивать кого-то на какую-то ерунду все время. Вот, с такими людьми далеко, конечно, не уйти, потому что в любом случае малый бизнес, как правило, это японская философия управления персоналом, это семейность, это все построено на единстве мыслей и целей. Вот, если есть люди, которые разносят какой-то вздор вот в эту вот ситуацию, рынок рекламы, он еще имеет очень, скажем так, импульсивную склонность вот как раз-таки к нервикам, потому что очень много ночных работ происходит, вот, и очень часто бывает такое, что приходится работать сутками, например, потому что там особенно какой-нибудь предновогодний период, когда всем надо, и все, я ничего не знаю, надо всем до Нового года, потому что потом это уже никому не надо, вот, и рынок рекламы, все рекламщики гордо такие, первое декабря, подпрыгивают и начинают быстро бегать, суетиться, что-то делать, потом такие 30 декабря, все, успокаиваемся, 31 может быть, в 10 вечера закончим и поедем домой к семьям, вот, вот, собственно, вот это ключевые вот ошибки, которые мы совершали. Стабильность новенькой рекламы, это могут быть либо какие-то годовые контракты с компаниями, но опять же эти компании работают только, соответственно, с крупными компаниями, вот мы занимались обслуживанием, обслуживанием многих сетей, таких как Beeline, МТС, там, ну, много с кем работали за это время, прям очень огромное количество, вот, и есть тоже свои нюансы, например, когда ты даже берешь с ними годовой контракт и надеешься на какой-то стабильный профит, который у тебя идет, у тебя идет стабильный профит, все замечательно, но только весь рынок рекламы работает по постоплате, и когда, например, один из твоих ключевых клиентов вместо постоплаты месяц делает постоплату полгода, случайно у него так получается, а это делают абсолютно все, вот, ну, то есть растягивают срок платежей как только могут, ну, то есть вовремя платить как-то вообще считается неправильно, видимо, в больших компаниях, я до сих пор не выяснил, как это работает, вот, но смысл в том, что ты вместо того, чтобы деньги, на которые ты надеешься, ты начинаешь, наоборот, очень сильно раздавать кредитный лимит и все возможные займы, и, ну, то есть, соответственно, и рычагов давления, например, на такие компании у тебя нет, то есть ты не можешь взять и сказать, так, здравствуйте, МТС, извините, мы с вами больше не будем работать, потому что вы нам не платите, потому что ты не будешь просто пилить сук, на котором ты сидишь, вот, и, соответственно, ты вынужден играть по их правилам, если по их правилам, как бы, хоть и нерегламентированным, но постоплата дотягивается вместо, в месяц на полгода, ну, ты подстраиваешься под них, то есть тут нужна еще определенная финансовая подушка, которая позволит так вести себя. В общем, с крупными клиентами, да, с сетевыми клиентами тоже есть особенности в работе. Есть, да, именно с фидеральными, которые вот прям совсем крупные. Для человека с хорошей смекалкой и нестандартным мышлением рекламное агентство может стать золотой жилой. Благодаря большому разнообразию форматов производством, наоружной рекламой может заниматься практически каждый. Не обязательно стартовать с личного офиса и крутого оборудования. Более 30% нынче рекламных агентств начинались в подвальных помещений. Некоторые вообще работали на дому, а распечатку рекламы заказывали у третьих лиц. Следующая ступень – развитие дела. Можно оказывать услуги по установке рекламных счетов. Для этого придется расширить штат, нанять профессиональных строителей-альпинистов, которые будут работать на высоте. Но разобраться во всех нюансах получится только спустя несколько месяцев. Сегодня у нас технологическое общество, которое развивается в IT-технологиях. И сейчас многие считают, что направление, которое надо вкладываться – это интеллектуальное развитие, это интеллект, это модели, которые будут связаны так или иначе с интернетом. Но вы знаете, я скажу свое видение на этот вопрос. Человек рождается, живет и умирает. Вот три сферы, которые всегда будут востребованы. Рождается – это медицина, живет – это то, что нас окружает, продукты питания, продукты, которые мы употребляем, то, что нас окружает материально и умирает. Ну, понятно, умирает – это похоронные услуги, все, что связано с ними. Человек еще живет, он лечится, без этого невозможно. Вот эти направления должны развиваться в правильном обществе, прежде всего должны развиваться эти направления, которые связаны с текущей жизнью человека. Потому что все остальное, вы знаете, от всего остального в трудной ситуации можно отказаться. Это как было, знаете, с лакшери-сегментом. Люди в свое время кинулись туда. Излишняя роскошь, излишние покупки, которые на самом деле в текущей жизни не нужны. Пришел кризис. Первое, от чего отказались люди – от излишеств. Они не отказались от того, чтобы кушать, от того, чтобы лечиться, от того, чтобы рождаться. Они не отказались от этого. Этот процесс остался в нашей жизни. И те, кто сидели в этом сегменте, они вдруг увидели, что во время кризиса так или иначе они выплыли. Они остались на плаву, потому что это то, что нужно людям реально в текущей жизни. Поэтому, когда бизнесмен думает, куда вкладываться, куда вкладываться в новое направление. Посмотрите то, что связано с текущей жизнью людей. Не с роскошью, а вот с обычной текущей жизнью. И вы увидите, что этот сегмент зачастую абсолютно никем не занят. Потому что все бегут либо в большие производства, либо в какие-то технологические вещи. А вот текущая жизнь, она отсутствует. Посмотрите, раньше, если вы помните, были такие вещи у нас. Бюро прокатов. Кто жил в Советском Союзе, тот, наверное, помнит. Бюро прокатов. Когда человек мог прийти и на сезон взять то, что нужно. Зимой коньки, летом велосипед. Оставить там на хранение. Зачастую многие из нас носили туда стирать белье. Если помните, бирочки даже пришивали к этим вещам. А сейчас это пропало. Почему пропало? Хотя на самом деле на Западе, ведь это же востребованная услуга. Она действительно востребована. Потому что это удобно. Не надо загромождать свои балконы. Балконы, не надо загромождать свои склады. Не надо покупать зачастую то, чем ты пользуешься всего-навсего одну неделю в году. Ведь ты же можешь взять это просто в аренду. Просто в аренду, а потом вернуть. Но этот рынок абсолютно не занят, не развивается. Обувные мастерские. Как много их было раньше. А сейчас пойдите, поищите, где ремонт обуви. Хороший ремонт обуви, полный ремонт обуви. Очень тяжело найти. Сейчас, слава богу, стали открываться пекарни. Но, опять же, пекарни-пекарни рознь. Но правильно кто-то нашел этот сегмент. Потому что хлеб едят люди каждый день. И кто-то нашел и делает хороший хлеб, и он востребован. А в каких-то районах, выйдя вечером, ты не найдешь, где купить хлеба. Ниша не занята. А бизнесмены туда не рвутся. Маленькая вроде как бы считается прибыль. Но, с другой стороны, это постоянный бизнес, который будет вам приносить доход. Ищите такие ниши, которые связаны с людьми. И вы не прогорите никогда. Главное, не опускать руки и не бросать начатое дело на половине пути. Тогда бизнес, связанный с рекламным производством, станет источником стабильного и высокого дохода. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...